Ситуация в зоне АТО обострилась. Потери на Мариупольском направлении утром под Красногоровкой. В результате минометного обстрела погиб один военный, ранено шестеро. К атакам боевиков добавилась и непогода. Продолжит Руслан Смещук. Разрушенная войной безлюдные пески. Некогда элитный поселок. Напротив Донецкий аэропорт. Это стабильно напряженная точка зоны АТО. Стабильно напряженная. Еженочно, а то и ежедневно. Идут обстрелы. Но боевой дух у солдат высокий. Хотя война тут уже давно исключительно позиционная, украинские военные без дела не сидят. Сейчас активно укрепляют оборону, обустраивают новые огневые точки и возводят укрепления. Проводятся работы по укреплению, проводятся работы по выставлению оружия. Ведется мониторинг вооруженных позиций всех. Стараемся выживать, как украинцы умеют это делать. Украинский солдат демонстрирует своего верного товарища. Его он отбил у боевиков еще несколько лет назад. Теперь он служит против предыдущих хозяев. Хороший, надежный товарищ в бою. Не подводил ни разу. И эта оружия нам досталась от нашего врага. Если же говорить об обстановке в целом, хотя интенсивность вражеских обстрелов на этой неделе снизилась, напряжение не спадает. Трое украинских военных получили тяжелые ранения, один погиб. По данным разведки, по меньшей мере, семь боевиков были уничтожены, еще восемь ранены. Мы можем определенные подсумки за неделю подвезти. То у нас выходит более 100 обстрелов наших позиций за неделю. Кроме того, отдельно хотелось бы отзначити разведка деятельности противника. Только за этот неделю мы зафиксировали более 6 случаев использования врага без пилотных летальных аппаратов. Страдают и местные жители. Правда, не из-за войны. Сегодня ночью по Донбассу пронесся ураган. В результате повалены сотни деревьев, обесточены несколько населенных пунктов. Из-за того, что насосные станции не работают, без воды остались Лисичанск, Новодружеск и Приволье. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности – телеканал «Интер». Продолжение следует...